Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня у нас третья лекция из серии электронной микроскопии. Она достаточно короткая и на ней нам необходимо разобрать стандартный подход для подготовки препаратов для просвечивающей электронной микроскопии. Мы поговорим с вами о стандартной подготовке с заключением в смолу. Мы поговорим о всех частях этого процесса, о фиксации, проводке, заключении в смолу, микротомировании и микромикротомировании, соответственно, контрастировании препаратов. Мы поговорим о возможности создания так называемого тотального препарата, когда мы ничего не режем, а прямо наносим на сеточку специальной подложкой и смотрим. Мы поговорим о методе локализационном, который будет использовать иммуноподход. В данном случае это будет метод иммуноголд. Потому что мы могли с вами найти на нашем препарате определенные участки, нас интересующие с какими-то белками или другими антигенами. Мы поговорим о таком аналоге зеленого флюцентного белка для электронной микроскопии, который после определенной обработки мы можем увидеть на электронно-микроскопических изображениях. Это так называемый мини-сок. И буквально два слайда мы поговорим с вами о одном из вариантов корреляционной электронно-оптической микроскопии. Еще две темы из этого курса, 10.4 и 10.5, это криоэлектронная микроскопия и трехтавомерная микроскопия, являются опциональными. Я попытаюсь их после этого курса в ближайшее время также выложить на YouTube. Можно будет посмотреть, но вопросы, которые будут на зачете, эти темы входить не будут. Это для общего развития. Итак, каким образом мы с вами будем готовить наши препараты для работы в просвечивающем электронном микроскопе? Что нам нужно, чтобы мы могли в просвечивающем микроскопе посмотреть нашу ткань? Во-первых, нам нужно, чтобы был достаточно тонкий срез. Потому что, как вы помните, даже если у нас ускоряющее напряжение, скажем, 80 кВ, 120 или даже 200, то свободный пробег электрона в какой-то среде достаточно плотной, типа нашей ткани, будет очень небольшой. И, скорее всего, если у нас будет достаточно толстый срез, мы ничего не уйдем. Вторая проблема. Дело в том, что, если так мы хотим тонко порезать наш препарат, нам нужно заключить во что-то достаточно твердое. В обычной гистологии мы с вами либо замораживаем препарат и режем прямо в замороженном состоянии, либо делаем определенную проводку и заключаем наш препарат в парафин, либо в некоторых случаях в какие-то специальные смолы или пластики, в то же самое Техновит, Эллорвайт и так далее. Здесь для изготовления тонких срезов препарат должен быть заключен во что-то достаточно плотное, и это обычно различные эпоксидные смолы. Конечно, есть другие среды для заключения, в том числе и водорастворимые, но мы будем говорить о такой стандартной пробе подготовки. Следующее, что нам нужно сделать. Нам нужно, чтобы этот препарат при переносе в микроскоп сохранил свои размеры, не потрескался, не свалился, и его надо каким-то образом стабилизировать. Опять же, смола, в которой он будет заключен, будет выполнять эту функцию. Ну и последнее. Наши объекты биологические обычно имеют очень низкий контраст с точки зрения электронной плотности. И, конечно, можно смотреть и неконтрастированный объект. Есть такие варианты микроскопии, особенно если мы уменьшим ускоряющее напряжение, скажем, до 5 кВт, например, то мы могли бы увидеть наше изображение без дополнительного контрастирования. Но понятно, что здесь будут проблемы с разрешением. Тогда, если у нас будет такое низкое ускоряющее напряжение с дисторсиями и аберрациями, конечно, самый простой выход – это использовать достаточно большое ускоряющее напряжение, но использовать контрастирование наших объектов при помощи солей различных тяжелых металлов. Ну и в идеале эти соли тяжелых металлов должны еще контрастировать разные объекты в клетке. Например, что нас может интересовать? Мембраны, нас могут интересовать нуклеиновые кислоты и нас могут интересовать белки. Если мы сможем контрастировать эти три компонента клетки, в принципе, мы получим достаточно неплохое представление об общей морфологии. Итак, стандартная проб-подготовка. Конечно, я не смогу рассказать о всех деталях, и в каждой лаборатории будет отступление от этого стандартного протокола, какие-то свои улучшения, упрощения или, наоборот, усложнения метода. Но первый этап всегда одинаковый, но можно выделить наши клетки. После этого мы их с вами фиксируем. Причем фиксация в электронной микроскопии чаще всего происходит в два этапа. А теперь смола, которую мы используем рутинно. Это, скорее всего, какой-нибудь Эпон-812, либо Доктор Спур, либо еще что-нибудь. Они все гидрофобные. То есть, с водой они не смешиваются. Так же, как парафин гистологии. Поэтому нам нужно дегидратировать срез. Нам нужно использовать какую-то переходную среду. Ну, а переходная среда здесь будет, это раствор мономеров смолы в том растворителе, в котором мы будем дальше работать. Дальше нам нужна пропитка. Мы пропитаем наш препарат смолой. Так как эти мономеры способны к полимеризации, нам нужно каким-то образом эту полимеризацию начать. Есть несколько подходов. Есть вещества, которые генерируют свободные радикалы сами по себе. Есть вещества, которые генерируют при повышении температуры. В эту смолу у нас будет добавлено вещество, которое будет генировать свободные радикалы при повышении температуры. и будет происходить полимеризация этой смолы, то есть она станет твердой. Дальше у нас будет процесс микротомирования. Мы с вами изготовим вначале тонкие, полутонкие срезы, сориентируемся, потом сделаем кусочек, который нас уже интересует для ультратонких срезов, ввестим их на сеточку, и эти срезы необходимо будет доконтрастировать, то есть обработать как раз солями вот этих тяжелых металлов. Это будет ацетатурана, это будет цитрат свинца по Райн-Элдсу, скорее всего. Ну и дальше, после того, как мы сеточку так обработали, высушили, мы можем перейти непосредственно к самому микроскопированию уже нашего объекта. Понятно, что все части протокола достаточно простые, но на некоторых из них нужно чуть-чуть подробнее остановиться. Во-первых, выделение клеток. Какие клетки мы можем брать или какие на самом деле образцы мы можем брать для электронной микроскопии. С кусками ткани все понятно. После фиксации она становится уже достаточно твердой, и мы можем ее нарезать на маленькие участки для лучшей фиксации и для дальнейшей проводки. Но нам важно здесь эти наши кусочки ткани не помять, и сделать так, чтобы разрез был максимально щадящим, чтобы края препарата при этом не пострадали. Для этого очень хорошо старые бритвы, одноразовые, потому что они сделаны не из нержавеющей стали, а из стали с большим содержанием углерода. Они легко ломаются. Их можно сломать вот таким вот способом. И теперь, взяв их как ножницы, то есть они дальше за этим блоком у нас перекрещены, можно блок маленький, скажем, 1 мм у нас всего по стороне, или даже меньше, очень аккуратненько разрезать. Естественно, нам ни в коем случае нельзя допускать высыхания нашего блока, потому что тогда говорить о морфологическом строении будет уже нельзя. Поэтому прежде всего мы наш блок ткани помещаем в каплю фиксатора, например, гультеровальдегида в определенной концентрации. Дальше мы наш блок прямо в фиксаторе в жидкости можем разрезать на необходимое количество отдельных маленьких, желательно не больше миллиметра кубического блоки. И дальше мы можем их уже переносить по растворам таким нехитрым способом. Смотрите, если мы возьмем наш пинцет и кончики пинцета практически сомкнем, то здесь за счет капиллярного эффекта останется жидкость. И мы можем в этой жидкости, не повреждая механически никоим образом, наши кусочки ткани переносить из одного раствора в другой. Точно так же, если мы наклоним наш вот этот контейнер, то мы сможем аккуратненько жидкость лишнюю, например, удалить. То есть дальше нам при всех перенесениях нашей ткани нужно быть очень аккуратными, чтобы, по-моему, механически ее не повредить. Кроме ткани у нас бывает еще взвесь или суспензионная культура. Например, бактериальная культура, например, клетки крови, например, органеллы, уже выделенные из клеток. И тогда для того, чтобы их можно было нормально использовать для изготовления срезов, потому что, в принципе, во многих случаях возможен тотальный препарат, когда мы просто это капаем на сеточку, покрытую специальной пленкой, мы можем использовать следующие хищрения. Мы можем их зафиксировать. Они будут в растворе, но уже фиксированы. И мы можем их отцентрифугировать. После фиксации наши и клетки, органеллы, и бактерии становятся гораздо более твердыми. И даже центрифугирование, скажем, 4000 оборотов на центрифуге уже ничего страшного с ними особо не сделают. Дальше мы можем либо использовать вот тот билет, осадок, который мы использовали, либо, если мы не хотим, чтобы он сильно очень сжимался, чтобы было между ними место, можем добавить сюда же в раствор агорозу. Легкоплавку. Если 36 градусов, например, наши клетки или органеллы, или что мы фиксируем, выдерживает, то, соответственно, добавив сюда агорозу, мы получаем блок, в котором после центрифугирования у нас оказывается большая часть нашего материала. Этот блок мы теперь можем проводить через все остальные части нашего протокола, как кусочек ткани. Точно так же этот блок можем порезать на участке, точно так же дальше все. Следующий тип образцов для электронной микроскопии, просвечивающей, это монослой клеток на стекле, или даже, на самом деле, иногда бывает не монослой, в принципе, это может быть двухслойная культура или 2,5D культура. Мы проводим их прямо вот так вот на стекле, проводя через все фиксаторы. И дальше мы можем с вами, проведя это уже через все растворы, перед тем, как полимеризователи заключают, сделать такую хитрость. У нас есть желатиновые капсулки, капсулы, в которых находятся, например, какие-нибудь лекарства. Эту капсулку можно вот так вот вертикально на что-нибудь приклеить и добавить сюда смолу, в которой будет полимеризоваться, так, чтобы она немножечко выступала, чтобы был такой мениск. И стекло теперь перевернув, с клетками, которые зафиксированы, которые проведены, которые пропитаны, положить сверху на такую капсулу. И в таком варианте заполимеризовать. А дальше, если вы стекло будете удалять, чаще всего это делается медным температурного шока, то есть вы, скажем, на плюс 50 градусов в воду это кладете и резко переносите в жидкий азот. Иногда такое нужно сделать несколько раз. У вас это стеклышко отваливается, но клетки, так как они в смоле, остаются на поверхности этого блока. То есть, как видите, для электронной микроскопии мы можем использовать какие-то твердые блоки ткани. Мы можем сделать их твердыми при помощи вот такого центрифугирования и заключения, например, в огорозу, или можем использовать почему-то слои клеток. Если уж совсем честно говорить, то вариантов различных образцов, которые можно для просветивающей микроскопии взять еще больше, но это наиболее часто используемая биология. Давайте посмотрим теперь более подробно протокол фиксации и дегидратации. Фиксация начинается с фиксации белков, то есть, как только вы выделили ваш образец, вы его фиксируете в 2,5% глютаровом альдегиде. Иногда это бывает смесь глютарового альдегида с формалином 4%, иногда это бывает отдельно, в зависимости от образца, в зависимости от лаборатории и целей. Здесь же вы можете прямо в этом растворе, чтобы лучше фиксировать, разрезать образцы на очень маленькие кусочки, скажем, по 1 мм. Можно сразу сказать, фиксирующего раствора должно быть минимум в 20 раз больше, чем объем вашего материала. Поэтому, если у вас, скажем, 2 кубических мм сделано, умножаем на 20, ну, в общем, понятно. Как минимум, хотя бы полмиллилитра раствора у вас там должно быть желательно и больше. После этого вы промываете ваши блоки, которые получились в пуфере, отмываясь от остатков глютарового альдегида, отмываясь от лишних солей, если какие-то были. После этого функциональный шаг, но используемый очень часто, это постфиксация. Ведь глютаровый альдегид у нас фиксирует только по аминогруппам, и только если есть там NH, два группы свободные, аргинина, лизина, например, или концевые участки. Но при этом не фиксируются, например, у нас липиды. Есть, конечно, класс липидов, в которых есть NH2 группа, да, согласен, но в основном, конечно, липиды у нас не фиксируются. И для того, чтобы все-таки этого избежать, и чтобы еще липиды отконтрастировать, чтобы у нас мембраны были хорошие, мы можем использовать тероксид осмия на муфере. Понятно, что тероксид осмия весьма ядовитое вещество, но если у вас есть ненасыщенные какие-то липиды, то он их ковалентно сошьет друг с другом. И понятно, что если у вас липид теперь такая большая молекула, макромолекула уже, то растворяться в различных органических растворителях она просто не будет, она слишком большая должна раствориться. И таким образом вы зафиксировали в первой части белки, во второй части липиды. Ну а вторым плюсом осмия является то, что он электронно-плотный. И мембраны после такого осмирования у вас очень хорошо видны. В некоторых случаях есть способы усиления вот такого вот контрастирования осмием. Это вам понадобится через лекцию, когда мы будем говорить о так называемой трехмерной электронной микроскопии и возможности обработки прямо в блоке ткани. Для получения хорошего контраста. Обычно для просвечивающей электронной микроскопии достаточно где-то полтора-два часа при плюс 4 градусах где-нибудь в 1-2% растворе осмия. Теперь у нас есть зафиксированный образец, в котором зафиксированы и липиды, и белки. Но он у нас находится сейчас в гидрофитной среде. А смола у нас гидрофобная. Поэтому нам нужно избавиться от воды, то есть дегидротировать образец. Как всегда в гистологии, мы не сразу бросаем наш образец в 100% этанол, а используем батарею для того, чтобы аккуратно произошло, во-первых, замещение воды на спирт, а во-вторых, здесь у нас есть буфер. И теперь представьте, если вы такой концентрации буфера положите сразу же в хороший спирт. У вас все соли, которые были в буфере, выпадут в осадок, прямо на вашей ткани. Соответственно, повредят как минимум ее структуру, как максимум, вы еще и ножик попортите. Поэтому, конечно же, начинает нужно с 50% этанола. У вас блоки маленькие, поэтому диффузия происходит быстро. И по 10 минут вы идете до 95%. Как вы помните, этанол очень быстро нахватывает воду из окружающего воздуха. Если мы хотим, чтобы он у нас был безводный, нам нужно использовать молекулярное сито. Это такие шарики из глины, сделанные в которые вода задерживается, так она очень маленькая, а спирт, так как молекула побольше, туда проникнуть не может. И, соответственно, 100% этанол готовится с использованием вот таких вот молекулярных сит. Тоже важное замечание. Молекулярное сито – это, в общем-то, кремний. И, конечно же, нужно, чтобы такой спирт очень долго отстоялся, чтобы случайно твердые частицы не попали в ваш препарат, и вы не испортили свой стеклянный или, не дай бог, алмазный ножик. Значит, теперь в таком 100% этаноле выдержать уже подольше, скажем, по 20 где-то минут. Две смены, чтобы полностью избавиться от воды. Современные смолы после ипона, конечно, уже менее чувствительны к оставшейся воде, и, в принципе, после этанола уже можно дальнейшую проводку делать. Если вы пользуетесь старыми смолами, тем же самым 812-м ипоном, то в зависимости от лаборатории у вас будут использовать еще для пропитки либо безводный ацетон, и вам нужно будет перевести через спиртовый ацетон ваши образцы, либо оксид пропилена. По моему опыту, хотя оксид пропилена сильно более ядовитый, с ним получается лучше. Но, опять же, это зависит от лаборатории. Примерный протокол. 10 минут по 3 раза вы промываетесь в вашем переходной среде. Дальше у вас 3 раствора. Первый – это смола с вашей переходной средой в соотношении 2 к 1. Потом смола в соотношении 1 к 1. Потом смола в соотношении 1 к 2. И потом чистая смола. В зависимости от ткани разное время, но средняя в первые 30 минут и по 60 минут в других двух средах. Как смолу готовить? Для каждой смолы будет свой рецепт, но я рассматриваю вариант средней твердости обычного Эпона 812-го. Когда вы покупаете в виде набора, он у вас приходит в виде 3 баночек, 3 веществ. И для приготовления смолы их нужно смешать. После того, как вы смешали, может начинаться уже эффект полимеризации. Поэтому долго такая смола, конечно, смешанная не всегда хранится. Особенно после добавления последнего компонента. Но если вы хотите приготовить такую смолу, вы смешиваете вот эти 3 компонента, перемешиваете ее. Только перемешивать нужно аккуратно, она достаточно вязкая, чтобы там не образовывалось пузырьков воздуха. Поэтому перемешиваете это. Добавляете потом каким-нибудь маленьким, например, подкожным шприцом, оставшиеся 2 грамма вот этого вещества, потому что она сейчас дозировать будет сложно. И еще раз перемешиваете. После этого, в принципе, ваша смола готова. При нагревании она начнет уже полимеризоваться. И вот этой смолой вы пропитываете в этих этапах образец. А дальше кладете ваш образец на достаточно уже продолжительное время. В зависимости от ткани. Чаще всего на 12 часов через ночь это лучше оставить. Ваш образец пропитывается смолой. После этого вы можете ваш образец перенести в специальные формочки для заливки и полимеризации. Они приготовлены обычно из либо пластика, либо тефлона, либо других материалов, которым не приклеивается застывающая смола. И в них же образец можно сориентировать. Опционально можно один день выдержать при 35 градусах. Но, честно говоря, я разницы особо не увидел, если выдерживать этот день. Поэтому можно сразу начать с 45 градусов первый день. Потом 60 градусов второй день. И после этого, обычно, если все прошло хорошо, ваш блок уже хорошо затвердел. И его можно использовать в дальнейшем для микротомии, ультратомии. Предположим, мы получили с вами блок и заливали мы его, например, в капсулу. Было удобно. Заливаете в капсулу, капсулку закрываете. У вас она полимеризуется. Вы его ориентируете где-то на дне капсулы. И здесь у вас ваша смола. Теперь вы, ваш этот блок, можете взять держатель. И вам необходимо его, то что называется, заточить. Или сформировать пирамидку. Прежде всего, вы формируете поверхность, которую вы будете дальше резать. То есть, вы доходите до вашего образца. Дальше вы берете обычную разовую бритву. Они бывают разные. Но лучше всего, конечно, брать бритвы вот такого вида. Есть специальные лабораторные, которые не имеют вот этой прорези. И от них уже только, например, половинка бритвы остается. Причем ее удобно держать. И этой бритвой под бинокуляром делаете две грани вашей пирамидки. После этого пирамиду поворачиваете еще на 90 градусов. И затачиваете две гиггерани таким же образом. То есть, если вы теперь посмотрите на нее сверху, вы увидите примерно вот такую вот картинку. В зависимости от цели и задач, я бы рекомендовал чаще всего затачивать пирамидку в виде вот такой трапеции по нескольким причинам. Во-первых, вам теперь легко будет ориентировать ваш препарат. Во-вторых, их легко разделять. Если сюда ресничкой, например, поддеть, то можно, в принципе, по этой грани оторвать. И в-третьих, если вам важна очередность срезов, вы всегда знаете их очередность. Теперь вам нужно на вашем вот этом большом срезе на самом деле найти небольшой участочек, который вы будете использовать для получения именно ультратонких срезов, которые пойдут на электронную микроскопию. То есть, вам нужно сейчас сделать достаточно толстые, так называемые полутонкие срезы, посмотреть на них под микроскопом, найти тот участочек, который вас интересует и заточить вот такой небольшой участок, точно так же, в виде как бы еще одной пирамидки, которую вы будете использовать для получения тонких срезов. Для этого можно использовать ножи, и чаще всего для такой рутинной работы, для изготовления полутонких или для изготовления небольшой серии ультратонких используются стеклянные ножи. Стеклянные ножи делаются из вот такой стеклянной полоски, и обратите внимание, на фабрике она режется, и одна ее часть имеет вот такие вот шероховатости, неровности. Они нам понадобятся в дальнейшем, потому что мы будем специальным образом это все ориентировать с вами. Эта полоса, лучше всего, разрезается все время на половинке, и в итоге у вас получается вот такой вот прямоугольничек стеклянный. А вот теперь вы можете этот прямоугольничек стеклянный расколоть с небольшим смещением. Посмотрите, здесь нарисовано правильно. Действительно, мы должны чуть-чуть сдвинуть. Так что при расколе половинки, которые у нас образовались, имели вот такую пяточку, где нету острой части, и имели вот такую острую режущую кромку, которую мы теперь можем использовать. Колется это в специальном приборе, который называется Knife Maker. На русский, наверное, можно как ножеделатель перевести, или устройство для изготовления ножей. Но самое главное, что он делает очень небольшой надрез алмазным метчиком, и после этого ставит стекло под изгибающее давление. За счет чего раскол происходит очень медленно. И если раскол происходит медленно, то вы получаете вот такую красивую режущую кромку. У нее всегда будет вот такая шпора. Тут никуда не деться. Она будет либо больше, либо меньше. Дальше будет участок, вогнутый или выгнутый, которым пользоваться нельзя. Будет видна вот такая линия раскола, по которой все будет происходить. И вот ее, соответственно, такой еще будет кусочек. И вот эта часть ножика, которая здесь помечена, она пригодна для дальнейшего использования. Обратите внимание, что вот этот вот неровный край мы с вами использовали, чтобы он оказался на шпоре. Чтобы у нас было как можно большая часть нашего ножа пригодна для дальнейшей работы. Если интересно посмотреть о том, как работает этот прибор, посмотреть на то, как работает такое оборудование для изготовления ножей, и на весь процесс изготовления ножа, можно вот здесь вот по ссылке. Здесь и прибор, и вся инструкция. Можно будет посмотреть отдельно. Ну, а после того, как мы с вами уже сделали ножик, можем перейти дальше. Мы можем сделать, во-первых, вот эти полутонкие срезы, покрасить их. К сожалению, всеми красками пользоваться не можем, просто потому, что смола, во-первых, гидрофобная, а во-вторых, краски не все туда проникают. Поэтому только определенный набор красок возможен для того, чтобы все-таки получить такое изображение. И, как видите, из заточенной пирамидки только небольшая часть у нас содержит материал. Более того, в принципе, мы можем из нашего материала интересоваться только каким-то небольшим участком. Теперь можем нашу пирамидку посмотреть и еще раз доточить, так, чтобы только вот эта часть у нас использовалась для получения дальнейших уже тонких срезов. Тонкие срезы, посмотрите, сопоставимы с длиной волны света. И за счет этого мы будем получать так называемые интерференционные цвета. С ними вы уже знакомы. То, что нас будет интересовать, это срезы порядка 70 нанометров. Такие серенькие. И здесь вот они как раз хорошо видны. В зависимости от того, получаете ли вы толщину меньше или больше, вы будете получать разные цвета. Если у вас толщина будет меньше, они будут уже не серебристыми, а вот такими тускло-серыми. Либо, если они будут совсем тоненькие, они будут светло-светло-серыми. Если они будут толще, они будут менять цвета от такого золотистого через вот такой вот красненький, синенький, зелененький к желтому. И сразу же можно будет оценить качество произведенного среза. Срез, который у вас получается, должен иметь абсолютно ровный вот такой серый цвет. Если цвет его меняется либо вдоль среза ножа, то есть вот у вас, скажем, нож вы срезали, и если такие полоски цвета, значит, что ножик у вас уже плохой. Если полоски цвета идут в этом направлении, значит, у вас есть какая-то вибрация, либо что-то не закреплено на вашем микротоме. Изготовили мы с вами вот такую полоску срезов. И дальше мы можем поместить сеточку под воду и таким образом поднимая сеточку аккуратно, сеточку можем взять еще с покрытием, положить часть этой вот полосочки срезов прямо на нашу сетку. И в таком варианте, высушив сетку, мы будем иметь на ней ленточку наших срезов, пригодных для дальнейшей электронной микроскопии. Прибор, на котором все это делается, микротом, вот здесь вот, кстати, вот прибор для изготовления стеклянных ножей, тот самый KnifeMaker, как видите, здесь как раз лежат наполовину разрезанные вот такие стеклянные полоски. Ультрамикротом напоминает обычный микротом, на котором вы режете гистологические срезы. Единственное, что он может подавать образец вперед на нанометры. В старых микротомах это было организовано путем просто нагревания металлического стержня. Как вы понимаете, при нагревании материал расширяется и за счет этого происходит движение всего стержня вперед. На новых микротомах, конечно же, стоит уже пьезоэлектрический преобразователь, но самое главное, что размеры этого стержня, если нагревается, либо пьезоэлектрический преобразователь, может менять вот это расстояние на очень какое-то небольшое расстояние. И после того, как вы перешли за него, вам нужно вернуть стержень обратно в первоначальное состояние, чтобы вы могли его двигать. То есть на такое расстояние вы можете подавать на нанометры, дальше механическая подача уже на микроны. После этого опять можно подать на нанометры и всегда нужно иметь представление о том, сколько у вас вот этого расстояния возможного осталось. Это всегда видно вот здесь на пультике. Кроме того, здесь же есть возможность для ориентации вашего образца. Здесь же стоит бинокулярный микроскоп, чтобы было все хорошо видно. И здесь же лежит устройство, которое фиксирует при необходимости ваш блок для заточки. То есть заточку можно производить прямо здесь же. Вы можете положить сюда платформу, которая держит ваш блок и то, что необходимо сделать при помощи уже резвия прямо под хорошим стереомикроскопом. Изготовили мы с вами срезы, они у нас находятся на сеточке, но пока у нас из контраста там только контраст мембран. Мы с вами осми применяли. А нам бы хотелось конечно получить еще более-менее приличный контраст от нуклеиновых кислот, ядро хотя бы увидеть, внутри гетерохроматин и конечно же белков, потому что в принципе это то, что нас интересует. Для этого мы можем использовать вариант контрастирования тяжелыми металлами. И первый тяжелый металл, который мы будем использовать, это ацетат урана. Это объединенный уран, поэтому бояться его радиоактивности особо и не нужно, это 11 килобекелей всего, но дело в том, что как тяжелый металл, он просто очень ядовит. Поэтому очень большая просьба, если будете с ним работать, работать очень аккуратно. Более того, он бета-эмиттер, то есть испускает только электроны и пока он снаружи нас, ничего страшного, если он попадет внутрь, конечно ничего хорошего не будет. Поэтому работа с этим материалом должна быть очень и очень аккуратно проведена, желательно на отдельном столе, желательно вытяжки. И поэтому в некоторых случаях используются вот такие вот машинки, чтобы делать не вручную, но имеет смысл их использовать, только если вы контрастируете там 20-30 сеток, например. Значит, поместили водный раствор ацетата урана от 2 до 5% на 10 минут. Этот раствор очень не любит света и высокой температуры. Поэтому желательно, чтобы большого количества света в банке, где этот раствор в конец у вас не был. После этого вы промываете вашу сеточку, можно под аккуратненькой струей дионизированной воды, можно на капельках промывать. На самом деле всю эту операцию можно провести на ленточке парафильма, в которой вы можете разместить капельки жидкости и дальше переносить вашу сеточку просто с одной капельки в другую. Следовательно. Ацетат урана очень хорошо красит нуклиновый кислот. Если помните, это такая качественная реакция. Ацетат урана с фосфором выпадает в нерастворимый осадок, с натрием еще, и мы получаем с вами как раз хорошо отконтрастированное ядро с ДНК. Но нам бы хотелось еще, конечно, белки увидеть. И для белков можем использовать другую соль тяжелого металла, а именно цитрат свинца. Цитрат свинца есть, правда, одна небольшая неприятность. Он очень любит становиться нерастворимый, если он соединяется с углекислым газом, растворенным в воде. Поэтому вокруг капельки цитрата свинца вам необходимо положить что-нибудь, что будет убирать углекислый газ. Например, несколько хлопьев натрио-Аж или калио-Аж. Натрио-Аж, конечно, лучше он будет поглощать из воздуха углекислый газ, ну и уменьшать количество кристаллов, которые могут образоваться в растворе вашего цитрата свинца. Несли сеточку сюда. Здесь порядка 10 минут ее подержали. Естественно, сетку ориентируйте так, чтобы она была срезом из. После этого промывка в воде два раза по пять минут высушили вашу сетку и она пригодна для работы в просвечивающем электронном микроскопе. Вы можете теперь ее микроскопировать, то, что я буду показывать на нашем онлайн практическом занятии. Следующий тип препаратов. Ведь в некоторых случаях нам нет необходимости делать срезов. Мы можем работать с, например, вирусными частицами, можем работать с какими-то макроманикулярными комплексами. Тогда можем делать то, что называется тотальным препаратом и применять методы как позитивного окрашивания, тоже контрастирования, которое мы рассмотрели, так и новый для нас метод, это метод негативного окрашивания. Предположим, что у нас есть, например, какие-то бактериофаги, мы можем их добавить на сеточку с подложкой. Подложка делается из раствора пластика. Если кто-то будет работать с электронной микроскопией, вам обязательно покажут, как это делается. Несли препарат, высушили, теперь имеем на его поверхности частицы нашего бактериофага. После этого можем добавить какую-то соль тяжелого металла в очень небольшом количестве, то же самое ацетатурана, либо можно фосфорную альфрамовую кислоту, либо есть еще другие варианты. И теперь, убрав излишек жидкости, даем ей высохнуть. При этом понятно, что соль должна кристаллизоваться. Но так ее очень мало, и очень тоненький слой на самом деле вот этой жидкости, то кристаллы будут образовываться маленькие, и за счет этого мы с вами увидим теперь наш образец. Вот, посмотрите, картинка типичная, негативного контрастирования. Вокруг наших объектов, как видите, фон более темный. Жидкость высыхая, за счет капиллярного эффекта будет сюда стремиться и переносить сюда все новые ацетатурана или фосфорно-альфрамовую кислоту, которая при высыхании здесь будет давать микро-кристалли. И поэтому наш объект, который не дает сюда проникнуть этому контрастеру, будет на его фоне смотреться светлым. Однако понятно, что есть некоторая сложность. Во-первых, объект при высыхании может деформироваться. Как видите, некоторые бактериофаги здесь вот так поломаны. Во-вторых, многие биологические объекты в гидротированном состоянии выглядят немножечко по-другому, чем высушенным. И вот эта оболочка воды необходима для того, чтобы это состояние поддерживать. Более подробно про то, как это можно избежать, будет в следующей лекции, где мы будем говорить про кривоэлектронную микроскопию. Но в таком виде метод негативного окрашивания используется достаточно часто и порой дает достаточно хорошие результаты, а даже лучше, чем можно было бы надеяться. То есть, мы с вами добавили этот цитат, скажем, урана, мы убрали лишнюю воду аккуратненько. Как убирать? Мы берем пинцет, которым держим нашу сеточку. И сюда же, прямо к пинцету, подводим фильтровальную бумажку. Можно даже вот в это вот место, где мы пинцет держим. Фильтровальная бумажка забирает излишек воды, то той жидкости с контрастером, который остается на сеточке, вполне достаточно, чтобы получить негативный контраст. Убираете жидкость, высушиваете, идите на микроскоп, смотреть учившееся изображение. но не всегда нам достаточно посмотреть на общую структуру. Иногда нам бы хотелось посмотреть на локализацию каких-то определенных белков. И у нас здесь есть два подхода. Мы можем использовать либо иммуно-меченье, единственное, вместо метки флюоресцентной теперь использовать кристаллики золота. И можем использовать некий подход, похожий на зеленый флюоресцентный белок. Когда у нас будет трансгенная клеточная линия, животное растение, что хотите. И дальше после определенной обработки мы сможем увидеть, где был этот белок в электронной микроскопии. И начнем мы как раз вот с такого подхода. Это маленький белочек, пероксидаза на самом деле. Мини-сок расшифровывается как мини-генератор синглитного кислорода. Синглит Oxygen Generator. Чем этот белок хорош? Тем, что он обладает двумя свойствами. Во-первых, он флюоресцирует. И если мы его будем использовать с фильтром для GFP, мы можем его увидеть вот в таком виде. Ссылка на статью, откуда эта картинка заимствована внизу. Можем увидеть. Конечно, это разрешение оптическое, тут ничего не скажешь, но опять же мы можем увидеть метахондрии, мы можем увидеть гетрохроматин, мы можем увидеть актин, но опять же гетрохроматин за счет гистонов H2B. теперь, так как это пероксидаза, причем эта пероксидаза очень интересна, она активируется светом, она начинает работать как пероксидаза, только когда мы ее освещаем с вами синим светом. Если мы эти клетки чуть-чуть подфиксируем, к фиксации она относится не очень плохо, либо даже в живом состоянии, поместим в какой-нибудь раствор, где есть что-то, что при окислении становится нерастворимым, например, диаминобензидин, вот такая вот молекула, и если мы теперь в раствор будем подавать кислород, будем подавать свет, то в тех местах, где у нас есть вот этот мини-сок, у нас будет диаминобензидин выпадать в осадок. То, что мы называем фотоконверсией. Помните, у нас есть плохие флорохромы, в данном случае плохой флорохром, который, генерируя свободные радикалы, позволяет нам таким образом осадить какое-то вещество. Диаминобензидин формирует полимер, который очень хорошо окрашивается осмием. То есть, если мы теперь будем с вами делать постфиксацию наших клеток осмием, то кроме эпидов, здесь мембрана хорошо видна, например, мы увидим еще и те места, где у нас отложился диаминобензидин. Как видите, картинка в оптическом диапазоне, вот этот участок, который здесь смотрели, вот этот участок в электронно-микроскопическом диапазоне, вот этот участок под большим увеличением. То есть, у нас получился такой репортер, который можем использовать как генческую конструкцию, кодирующуюся одним всего лишь геном, 109-аминокислот маленький, для того, чтобы увидеть локализацию его уже на электронно-микроскопическом уровне. Спектры возбуждения и спускания приведены здесь, для интересующихся. Как видите, конечно, фильтр для GFP не очень подходит, но в принципе может использоваться. Если у вас есть фильтр для Aqua Blue или какого-то другого флорохрома около 450 на метров возбуждения, то это будет вообще идеально. Ну и последняя локализационная часть, которую мы можем использовать, у нас не всегда есть возможность изготовить трансгенное животное или клеточную линию, но нас могут интересовать возможность определить положение какого-то белка или другого объекта, к которому можно выработать антитела. Более того, нас может интересовать возможность получения нескольких меток. И для этого есть метод так называемый ImmunoGold. Мы уже много раз его упоминали и говорили о том, что флоресцентные метки у нас, конечно же, в электронной микроскопии, тем более просвечивающие, не видны. Но, если мы будем использовать большие кристаллики золота, то, как видите, они очень хорошо видны за счет разного размера на просвечивающей электронной микроскопии. А так как они хорошо рассеивают электроны, то они выглядят очень контрастно темными на фоне нашего такого препарата, который не был осмифицирован, поэтому, как видите, мембрана и все остальное достаточно прозрачное. Какая проблема есть? У нас с вами электронная микроскопия, и мы говорим о нанометрах. Размер нашего антитела от фрагмента вариабельного до конца его фрагмента константного это порядка 12 нанометров. И если мы будем использовать стандартную метку непрямого намечения, то раз 10-12, два 10-12, да еще и само по себе шарик золота может быть 10 нанометров. 24 до плюс 10, 34 нанометра до локализации, то есть от того места, где у нас был распознан наш эпитоп, до того места, где мы увидели шарик, может быть порядка 30 нанометров, причем вот наше место, и это может быть по радиусу. Таким образом, если мы посмотрим диаметр, это уже будет 68 нанометров. Это делокализация, которая возможна. Поэтому все остальные ухищрения, методы моноголд, которые можем встретить, это попытка уменьшить это расстояние. Либо использовать первично меченные антитела, либо использовать даже от антитела только вот этот вариабельный фрагмент, меченный золотом, либо использовать для поиска наших первичных антител, не вторичные антитела, а бактериальные белки A или G, которые распознают эту часть нашего антител. Ну и, соответственно, делокализация станет меньше. Плюс использовать сами по себе шарики золота меньшего диаметра, например, 5 нанометров. И этот подход это такое дальнейшее развитие метода. Если будет интересно, может быть, о нем более подробно почитать. Ну, как пример, я хотел показать, как выглядит препарат с метками трех размерных классов. Маленькие, средние и большие. Как видите, как я уже говорил, три метки мы можем использовать, конечно, в нашей электронной микроскопии, но это как минимум не очень просто в интерпретации и нам придется размеры эти в какой-то программе специально посчитать для того, чтобы можно было уже их навести на препарат. Здесь видно, что эти метки расположены только в определенных местах нашей клетки, то есть есть специфичность. И в этой статье смотрели, конечно же, субъединиться каналов, насколько они близко расположены и смогли получить такой результат. Ссылка на статью вставляем в приложение. Последняя часть, то, что касается таких рутинных методов электронной просвечивающей микроскопии, это один из вариантов, их на самом деле очень много, корреляционной электронно-оптической микроскопии. Здесь основная мысль этого метода это возможность посмотреть наши образцы вначале в оптическом диапазоне, например, при помощи флюоресцентного микроскопа, а затем использовать этот же образец в электронно-микроскопическом уже варианте с большим разрешением, с возможностью увидеть всю структуру. Как это делается? Подход один из многих это выращивание, например, ваших клеток на стекле, которое специальным образом размечено. Например, вы взяли стекло, положили на него сеточку с номерами, напылили на него углерод и теперь, если вы посмотрите на ваше стекло, то в тех местах, где сеточка не была прикрыта, появятся вот такие небольшие дорожки из напыленного углерода, которые хорошо видны, вот здесь вот видно, в проходящем свете. Я обрисую тогда форму дальше сеточка. покупать дорогие расходные материалы уже готовые, но я бы рекомендовал купить себе несколько сеточек, которые называются Finder Grits, то есть сеточки для поиска, которые не просто размечены на клетке, а у какой-то клетки где-то есть буковки. А, ЛА, М, Н, далее. И теперь вы можете увидеть здесь вот эта буква М, очевидно, различить, и вы знаете, что эта клетка находится на сеточке рядом с зоной, где была буква М. И вот от нее здесь же кусочек тоже остался. Мы можем тоже с вами увидеть. После того, как вы приготовили ваш монослой клеток, залили его в смолу, стекло за счет температурного шока смогли отклеить, то на этом блоке смолы вы видите, здесь у вас отпечатались вот эти буквы цифры. И теперь, когда вы будете затачивать ваш блок, вы можете заточить вашу пирамидку так, чтобы видеть именно вот эти клетки. То есть заранее взять только участок, который вам нужен. И теперь, когда вы будете делать срезы, вам уже не нужно будет искать громадный холст вашего препарата, вы будете видеть, что вот эти именно клетки, которые вы начали резать, это именно то, что вам нужно. И можно теперь сопоставить то, что вы видели в оптическом диапазоне, вот здесь на ядро, и на митохондрии, то, что было видно в флюцентном микроскопе, с электронно-микроскопическим. Ну а дальше можно эти кусочки увеличить и посмотреть пример под большим увеличением, наложив на нее локализацию того, что было видно в флюцентном микроскопе. Таким образом, вы получаете для вашего препарата сразу же такой метод, обладающий достоинством и световой микроскопии, прижизненной, вы смогли посмотреть метку, и электронной микроскопии, естественно, уже после фиксации, но с высоким разрешением и с возможностью теперь же увидеть не только метку, но и все структуры вашей клетки для дальнейшего описания. На этом наша сегодняшняя лекция по электронной микроскопии завершена. В ближайшее время я попробую подготовить, начитать и выложить еще две лекции. Одна из них будет по кривоэлектронной микроскопии, вторая из них будет по трехмерной микроскопии. Эти лекции, напомню, являются необязательными для освоения по желанию в зачете вопросов по ним не будет. Ну, а так, спасибо за внимание, до свидания, удачи, до следующей лекции. Стопе, до встречи, до встречи, iska, до встречи, Продолжение следует...